Недавно на улице Волжской появился новый экскурсионный объект. Семён – это ретро-трамвай. Точно такие же в начале прошлого века перевозили саратовцев от железнодорожного вокзала до Волги. А скоро здесь, возможно, появятся и современные вагоны. Стать музейным экспонатом электротранспорт может из-за многомиллионных долгов. Вот уже несколько лет транспортники не могут рассчитаться с энергетиками. Вот у меня двое стариков. Одному 90, другому 84. И я не могу до них доехать. От слов к делу поставщики ресурсов перешли в прошлом году. 16 июня вошло в историю Саратова как блокаут. Энергетики, не дождавшись денег, повернули рубильник. Большинство маршрутов городского электротранспорта остановилось. То же самое должно было случиться и 1 марта. С августа месяца СГЭД не заплатила ни копейки за 2016 год. Вот если берем 2016 год. То есть наши попытки, значит, исполнители, предъявления исполнителей всток к расчетным счетам, тоже, ну там жалкие какие-то суммы, 4 тысячи, 5 тысяч, ну вообще ни о чем. Разрешить конфликт сегодня попытались депутаты городской думы. На заседание рабочей группы пригласили директора гор электротранса Константина Касьянова. Он провел 40-минутный ликбез о состоянии дел предприятия и предложил три варианта решения проблемы. Повышение стоимости проезда, дополнительное вливание из областного бюджета и глобальная модернизация предприятия. Начать Касьянов предлагает сведение электронных билетов. Для электронных билетов здесь уже нужно решение думы, решение ваше. Как работает электронный билет? Электронный билет должен стоить на 2 рубля меньше, чем обыкновенный проезд. Иначе люди покупать его не будут. Это первое, непреложное действие. Иначе не будут, мы не введем его. Поэтому, если мы поднимаем тариф, допустим, до 19 рублей, то мы оставляем здесь 17 и будет электронный билет. То он нужен нам, позарившись, уже давно пора его уводить. Но это стратегия сиюминутного решения, как погасить долги у Касьянова нет. Директор убыточного предприятия отправил в адрес энергетиков график погашения кредита. В ближайшее время обещал выплатить 12 миллионов рублей. 1 марта все-таки общественный транспорт электрический у нас будет ходить, потому что, как нам сегодня подтвердил представитель СПГС, о том, что первый транш получен. И сегодня только что ушел из предприятий городских электрических сетей транш в размере 3 миллионов. То есть заявлено 12 миллионов, которые должны поступить в погашение задолженности перед СПГС, у нас пошел. По словам энергетиков, подобные транши – это капля в море и покроют лишь текущие расходы. Долг, а это около 80 миллионов рублей, остается. Поэтому дату очередного блэкаута не отменили, а только перенесли. На лето. Роман Гальперин, Александр Кравченко. Новости. Телеобъектив.